Это сейчас озеро облюбовали дикие утки да гуси. Весной здесь появятся и белые лебеди шипуны. Пока они на карантине в специальном помещении. Вход туда временно запрещен. Наши ветеринарные орнитологи с ними провели работу. По реабилитации лечение провели. Но, к сожалению, один лебедь у нас спал. Он самый слабый был. У него были старые переломы. У него гангрена уже пошла. А двум молодым пришлось ампутировать крылья. Потому что, к сожалению, пока еще технологий нет, чтобы сращивать кости у птиц. Эта лебединая история началась месяц назад. Тогда жители поселка Борисково обнаружили замерзающих птиц редкой породы в заводе озера Нижний Кабан. С наступлением холодов взрослые особи улетели, а их птенцы остались. Выяснилось, что у них повреждены крылья. Неравнодушные люди стали звонить в зоопарк и МЧС в надежде на спасение лебедей от погибели. Жалко. Очень. Тем более, это дико природное. И не так много осталось. А это практически в центре города. И можете просто прийти, посмотреть. Спасатели провели целую спецоперацию по поимке лебедей-шипунов. В ползком по тонкому льду сотрудники МЧС добрались до редких птиц, которые даже не сопротивлялись. Спасенные краснокнижники были доставлены в Казанский зообудсад, где двум полугодовалым лебедям ампутировали по одному крылу. Может быть, мы так думаем, что от них будет в будущем потомство получено. А учитывая, что они родились в городе, городская птица, от них потомство уже более адаптировано будет. После получения потомства работники зоопарка выпустят семейство лебедей-шипунов в свободное плавание, надеясь на увеличение численности краснокнижных видов птиц в казанских водоемах. 25 лет в эфире. С вами и для вас. Продолжение следует...